Отец наш любесный, благодарим Тебя за Твое присутствие здесь. Благодарим Тебя. Ты явный, Господи, среди собраний святых. Трудно Тебя не заметить, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас чувствительными к Духу Твоему Святому. Благодарим Тебя за то, что умолил нас в наших сердцах, как детей, Господи, чтобы мы жили верой, а не видением. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за подвиг Твой, Господь. Благодарим Тебя за Твой Голгофский путь, Господь. Спасибо Тебе. Превозносим Тебя, славим Тебя. Но мы будем послужить нам сегодня. И как уже Ты нам послужил через песнопение, через вступление, через Слово. Спасибо Тебе за дары тела Христа, мои назидаемые, глубоко в нашем сердце. Благослови и помашь на Своем Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы с Вами откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу. Так, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Вы со мной? Прежде я хотел бы сказать следующую вещь. Мы с Вами все учились в школе. Мы с Вами все... У нас у всех были с Вами учебники. Кто знает, какая формула у воды? Аждрохором все, да? Аждрохором все, да? Хорошо, а соляной кислоты? Шучу. Это уже аждрохором все, правильно? Итак, знаете, передо мной может лежать учебник, и в нем полная информация о том, что такое вода. Что, значит, она состоит из определенных элементов, у нее такая структура, кристаллическая решетка и так далее, и тому подобное, что она бывает жидкая, она бывает газообразная. Какая она еще была? Слава Богу, зима закончилась. Аллилуйя. Итак, мы можем все с Вами изучить. Но если... Но когда я беру воду в стакане... Да? Я знаю, что такое вода. Я все изучил. Но когда я беру воду в стакане... Ой... Мокрое. А вот она, оказывается, какая вода. Бог дал нам Библию. И здесь написанное слово. Мы читаем это слово. Мы познаем... Мы изучаем Иисуса Христа через это слово. Но вы знаете, Дух Святой делает для нас Иисуса Христа как воду. Только Дух Святой может явить Иисуса Христа. Потому что если бы не Дух Господень, то тогда это все бы осталось на бумаге. И все осталось бы в формулах. И мы с Вами не увидели бы, и не почувствовали бы, и не услышали бы. И мы с Вами не поняли бы, так какой же на самом деле Иисус Христос. Но Господь сказал, что я даю вам слово. И это слово обязательно будет оживотворено обо мне Духом Святым. И я буду среди вас живым. Среди своей церкви. Это не будет только написанное. Фарисеи и саддукеи, и книжники, они читали написанное слово, но не было жизни в написанном слове. А когда Иисус зашел в синагогу в Назарете, в его городе, и сказал слова из 61 главы Исаии, и сказал, что истинно исполнилось слово, то все дивились словам благодати, которая исходила из уст его. Почему? Да потому что эти слова были оживотворены, они приняли живую субстанцию или живой вид. И мы с Вами видим, что они смотрят на Иисуса Христа и видят вроде бы сына Иосифа, но как он говорит. И все глаза были устремлены на Иисуса Христа, и потом они сказали, что он не говорит, как книжники и фарисеи. И когда мы с Вами здесь находимся вокруг слова и слушаем слово, мы с Вами читаем слово, но запомните раз и навсегда, что Дух Господень оживотворяет это слово в наших сердцах, и Иисус становится реальным в нашей жизни. Иначе это была бы просто инструкция, иначе это было бы сухая, иначе это была только академия. Но когда Дух Господень посещает тело Христа, что происходит? О, Господи! Такого поклонения, как сегодня, я давно уже не видел. Я давно уже не поклонялся так. Аминь. Почему Дух Господень здесь, аж и вытворяет для нас Иисуса Христа? Аминь. Последняя вечеря подходит к концу, и Иисус говорит в 14 главе, 29 стихе. И мы с Вами сказали на протяжении этих трех проповедей, которые уже были, что последняя вечеря была невероятным ободрением для учеников. Вернее, сказать так, что Иисус хотел бы, и Он сделал так, что последняя вечеря была бы невероятным ободрением для учеников. Чтобы они не закручинились слишком сильно и надолго. Аминь. Чтобы они слушали Его. И чтобы они знали, что произойдет обязательно встреча. И Иисус говорит в 14 главе, 29 стихе. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сблось. Дабы вы поверили, когда сбудется. Здорово, да? Когда это сбудется, вы вспомните. Когда это сбудется, Дух Святой напомнит вас, вам об этом. Дальше мы читаем 30 стих. Уже немного мне говорить с Вами. Ибо идет, слушайте внимательно. Ибо идет князь мира сего. И во мне, что? Не имеет ничего. Еще раз. Идет князь мира сего. Кто это князь мира? Знакомый с ним, нет? Через дорогу живет, да? Или царствует в этом пространстве воздушном. Князь мира идет. Господи, идет князь мира, почему не запретишь ему идти? Он идет в соответствии с Писанием. И здесь говорит Иисус, ибо идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Это означает, что во мне нет ничего, за что Он мог бы зацепиться, за что Он мог бы потянуть, за что Он мог бы свернуть меня с направления креста Голгофы. Нет во мне ничего. А в нас с вами есть? А? Вы со мной? Еще как есть. А в Иисусе не было ничего. Но Иисус говорит, ничего страшного, мужайтесь. Мужайтесь. Дальше Он говорит в 31 стихе. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. И 16 и 15 глава идет, за этим идет 16 глава. В 16 главе Иисус говорит, что мне нужно идти, и Дух Святой придет к вам. Но вы будете опечалены. Но опечалены ненадолго. Совсем ненадолго. Аминь. Почему? Потому что вскоре не увидите Меня. И потом опять вскоре увидите. Опять вскоре увидите. Что такое вскоре? Это наше расставание не будет надолго. Вскоре увидите Меня. И тогда радости вашей не отнимет никто. Потому что вы увидите Меня. И в конце 16 главе Иисус заканчивает вечерю. Знаете, какими словами? Ну, конечно, вы знаете. Итак, 16 глава. Вечеря заканчивается. И потом будет его молитва. 17 глава. Итак, 32 стих 16 главы. И Иисус говорит, вот наступает час. И настал уже. И вы рассеетесь каждый в свою сторону. И Меня оставите одного. И Иисус говорит, вот что произойдет. Вот они слова истины. Не нужно вам спорить с этими словами. Не нужно что-то делать. Согласитесь с этими словами. Я сказал вам. Потому что Писание говорит, поражу пастыря. И что произойдет с овцами? Рассеется овцами. Какими бы они крутыми там ни были. Они все равно рассеются. И Иисус говорит, вот наступает час. И настал уже. Что вы рассеетесь каждый в свою сторону. И Меня оставите одного. Помните проповедь? Я никогда не останусь один. Помните, да? Иисус говорит, но Я не один. Потому что Отец со Мною. Я не один. Отец со Мною. Когда вы увидите, что будет происходить со Мною. Я хочу, чтобы вы имели в себе мир в отношении Меня. И не осуждали вы себя. Но ждали того момента, когда мы встретимся с вами снова. И тогда радости ваши не отнимет никто. И здесь говорится, вы все оставите Меня. Это факт. И Меня оставите одного. Но Я не один. Потому что Отец со Мною. Давайте вместе скажем. Отец со Мною. Ты что? Отец со Мною. Отец со Мною. Отец оставил Иисуса Христа на три часа. Но Меня Он не оставит никогда. Аминь. Почему Он оставил? Почему тьма была? Почему Иисус воскликнул? Слова. Отец мой, Отец мой, почему ты оставил Меня? Потому что должна была произойти духовная смерть Иисуса Христа. А потом уже только физическая. А духовная смерть это грехи отделили Его от Отца. И Он умер духовной смертью. А потом только Он умер физической смертью. Вы со Мной? И здесь мы видим следующее. 33 стих. Это сказал Я Вам. Чтобы Вы имели во Мне что? Вы со Мной? Вы имели во Мне что? Мир. В слове Мир Эйрине. Мою жену зовут Ирина. Запомнили, да? Если Вы встретите кого-то, у кого зовут Ирина, скажите, а я знаю, что Ваше имя есть в Библии. Намотали на ус себе. А потом доведете это до того, что расскажете Евангелие, и человек примет Иисуса Христа. Аминь. Давайте молиться, чтобы все Ирины были спасены. И все Галины тоже. Аминь. Галина, кто знает, что это? Тишина. И Галина. А Галина говорит, а Галина вас звать. А ладно, хорошо. Итак, продолжаем дальше. Итак, это сказал я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире, то есть космос. Здесь было Эйрине, а здесь что? Космос. В мире будете иметь скорбь. Но обужайтесь, Я победил мир. Слушайте, мои ученики, вот чем заканчиваю Я, вот чем заканчиваю Тайную вечерню. Все вы разбежитесь от Меня. Все вы оставите Меня от того. Но Я не один, Отец со Мною. Это говорю Я вам для того, чтобы вы имели во Мне мир. Чтобы вы были спокойны в отношении Меня. Петр, когда Я посмотрю на тебя, когда запоет петух, и ты отречешься от Меня, в Моих глазах не будет осуждения. В Моих глазах будет что? Помни, что Я тебе сказал. И это и произошло. Но в мире будете иметь скорбь, но обужайтесь. Да, в нас есть нечто, за что может дьявол потянуть. Но обужайтесь. Аминь. Зато в нас есть природа Иисуса Христа. И она намного больше, чем сатанинский казачок засланный, который вредит нам постоянно. Иисус заканчивает тайную вечерью и в 17 главе молится. После этих слов Иисус развел очи Свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сияет же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Слушайте внимательно четвертый стих. Я прославил Тебя на земле. Слово прославил в каком, глагол в каком времени стоит? Скажите мне. В совершенном. А? Прославил Тебя на земле. Совершенно. Правильно, да? Это совершенное действие, форма глагола. Дальше идем. Итак, я прославил Тебя на земле. Дальше. Совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. В каком стоит глагол? То же самое совершил. Так хочу Вас спросить, Иисус, Ты уже совершил, так креста-то еще не было. Правильно, да? Вы со мной? Креста-то еще не было, Ты еще не дошел до креста. Как же Ты говоришь, совершил Твое дело на земле? А для Иисуса Христа, слушайте, все уже было совершено в вечности в прошлом. Потому что Агнец был заклан когда? Еще до сотворения мира. Для него уже все было совершено. Почему? Да потому что Он тот, Который идет вместе с Отцом. Да, у Него нет веткой греховной природы. И Он является совершенной жертвой, в которой нет ничего, чтобы Отец ее не принял. Да, Вы со мной? А давайте посмотрим на 13 стих. 17 главы. Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире. Давайте еще раз. Иисус говорит, ныне же к тебе иду. И это говорю как? В покое. И это говорю в покое. Слушайте внимательно. Околобиблейские источники говорят, что когда приносилась жертва в Ветхом Завете, прежде чем принести животное, нужно, чтобы оно успокоилось. Нельзя было приносить жертву животное, которого нужно за ноги держать, которое брыгается во все стороны. Вы со мной? Нельзя было приносить животное, которое не было готово для жертвы. Я представляю, когда Авраам идет с Исааком, со своим сыном, и когда он возлагает его, и когда они заходят на гору, и мы с вами видим, что Исаак спрашивает Авраама, Авраам, вот огонь, вот дрова, вот жертвенник, а где же Агнец? И Авраам говорит, Бог усмотрит себе Агнеца, и он берет своего сына, как вы думаете, визжал он там, трепыхался, или держали его, а вы со мной? Я тоже так думаю. Интересно, как это произошло? Но когда мы здесь с вами читаем, что Иисус Христос является совершенной жертвой, и он идет на крест в абсолютном покое. Почему? Как вы думаете, если человек боится, заметно это? А как вы думаете, собаки заметят это? А как вы думаете, демоны заметят это? А как вы думаете, Бог увидит это? Вы со мной? Ни один человек не смог бы стать этой жертвой. Почему? Да потому что нужен был Агнец. Я размышлял о том, о пасхальном Агнеце. Господи, а зачем нужно было брать в десятый месяц Агнеца в дом свой, а только в четырнадцатый день месяца Пасху приносит, заколать Пасху. Вы со мной? Моисей говорит, в первый месяц, в десятый день месяца возьмите Агнеца себе домой. А заколайте Агнеца в четырнадцатый день месяца. Вы никогда не думали, зачем? Есть такая версия, что он побыл среди людей. И люди так могут прикипеть к Агнецу. Помните эту историю? Пасху рассказывал, что на Рождество, где там, в Румынии или где? В Венгрии. В Венгрии, да? Покупали живых. И до Рождества он там в ванне полуванной полавал. И потом была семья верующая. Они говорили, мы купили Харпа. И он там такой замечательный. И вся семья его так полюбила, что не смогли. Взяли его куда? В этот, в кулек. Вытащили и бросили там, я не знаю, в Дунай, да? Бросили в Дунай. Не смогли, и рука не поднялась. Для чего Агнец находился в течение четырех дней в доме, в котором он после должен был принять закон? Хорошее размышление, да? Да? Одно из тех мыслей, чтобы он побыл среди людей. Но потом его все равно нужно принести в жертву. Аминь, заколоть. А я так думаю, сегодня я размышлял над тем, чтобы он успокоился в этом доме. Аминь. Чтобы он почувствовал себя, чтобы здесь ему ничего не грозит. Почему? Потому что Агнец закланный не должен быть заклан. В какой-то истерике биться. Вы со мной? Иисус говорит, и это, я говорю, ныне же к тебе иду. И это говорю в мире, чтобы они имели радость мою совершенную. Это у меня, Отец, у меня по отношению к кресту Голгофы абсолютный мир. Аминь. Абсолютный мир. А у нас с вами нет. Восемнадцатая глава. Иисус заканчивает молитву. И восемнадцатая глава, первый стих сказал это. Иисус вышел с учениками своими за поток кедром, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знав же это место, я буду предателем его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. И теперь, когда мы видим с вами, что Иисус завершил вечерию, совершил молитву Отцу, и мы знаем, что в нем, в его сердце нет страха. Он совершенный Агнец, идет на крест Голгофы. Никто его не остановит. Дьявол не имеет в нем ничего. Он идет на крест Голгофы. И мы видим с вами, что в Гефсиманском саду, значит, наваливается, начинает наваливаться на него тяжесть тьмы, тяжесть греха. И он молится. Отошел на некоторое расстояние, и он молится. И он находится в барении. Ученикам говорит, молитесь вместе со мною. Поддержите меня в молитве, чтобы мне не впал... Молитесь вместе со мною, потому что плоть немощна, а сам отошел и молится. Я представляю борьбу. Это описано в борьбе в Евангелии от Луки. Что он еще прилежнее молился. И пот был, как капли крови у него. Вы со мной? И там написано, ангел явился и укреплял его. И потом произошло нечто удивительное. Молитва переломила ситуацию. Вы слышите? Молитва переломила ситуацию. И он встал и сказал, вы еще спите и почиваете, пошли вперед. Знал же место Иуду предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. И так Иуда, взяв отряд воинов и служителей, открыл священников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. И Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищите? Ему отвечали Иисуса Христа, Иисусом Назарея. И Иисус говорит им, и посмотрите на эту реакцию, что произошло. И Иисус говорит, Ему отвечали Иисусом Назарея. И Иисус говорит им, это я. Стоял же перед ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю свою. Аминь. О, что произошло? С каким настроем вы шли сюда, в Гефсиманский сад? Что произошло с вами? Почему вы отступили? Почему вы пали? Хороший вопрос, хороший вопрос. И я думаю, что это настолько удивительное, как бы сказать, величие Иисуса Христа, который стоит перед ними, и в нем нет ничего, за что дьявол бы мог зацепить. Аминь. И он вышел, знает, куда идет, знает, откуда он пришел, знает, что Отец ждет его, и скоро обнимет его. Он вышел и говорит, кого ищите? Иисус Христа на Назарее. Это я. Как горят все. и упали все. Аминь. И упали все. Иисус отвечал. Седьмой стих опять спросил их. Кого ищите? Они сказали Иисусу на Назарее. Иисус отвечал. Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищите, оставьте их. Пусть идут. Нас будет со словом, реченое им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Десятый стих. Симон же Петр, имея меч. Знаете, я хотел бы ободрить нас сегодня, чтобы мы с вами повыкидывали все свои мечи, которые рубят уши. Аминь. Давайте их просто повыкидываем. И перестанем рубить уши. Перестанем полосовать направо и налево. Аминь. Думая, что мы с вами участвуем в духовной битве. Симон Петр, имея меч, излег его ударил первосвященческого раба и отсек ему. Слушайте, нарочно не придумаешь. Кто из вас из десяти попыток попадет по ума? Кто из вас? Из двадцати попыток четко, течея ночью, попадет по уму? Интересно, да? Я слышал, пупроковый пастора Владислава, и она была такая, что его рука настолько дрожала, что он, самое, куда хотел, туда не попал, а попал по уху. И у этого раба бац, и ухо отвалилось. В одном Евангелии, говорится, он взял это ухо, его шплек и приложил самое все, как будто и ничего не было. И здесь Иисус Христос говорит Петру. Итак, Симон же Петр излег, меч излег, а ударил первосвященского раба, и отсек ему правое ухо, имя рабу было малых. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Тогда воины, и тысяченачальники, и служители иудейские взяли Иисуса, связали Его, и началось с утра пятничного дня. Аминь. И закончим Исаии, 50-я, 50-я глава. И мы уже говорили из этой главы. Пятый стих. И Иисус говорит, Господь Бог открыл мне ухо. Я могу представить, Господь Бог открыл Сыну ухо и сказал, крест колбков. И здесь говорится, и я не воспротивился, и не отступил назад. Я придал хребет мой бьющим, и ланиты, то есть и щеки мои поражающим. Вот что происходило в сердце Иисуса Христа, когда Он встал после молитвы, когда молитва сделала перелом в Гефсиманском саду, когда Он поднялся, когда силы у Него появились, когда Он вышел навстречу своему предателю, вот что было в Его сердце. Отец открыл мне ухо, и я не воспротивился, и не отступил назад, потому что отец со мной. И так, я придал хребет мой бьющим, и ланитому, и поражающим, лица моего не закрывал от поругания, плевания, и Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде, как вам на этот настрой, Иисуса Христа? Аминь. Хороший настрой. Я знаю, что не осталось в стыде, ученики оставили меня, но я не один, я иду во имя моего Отца Небесного, и Он не оставит меня, и я знаю путь, потому что я есть в пути истины и жизни, и я придал свой хребет, да, придал свой хребет, щеки мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания, оплевания, а слово оплевания означало, как только плевок человека опустится на кожу другого человека, он сразу же будет нечистым, вы со мной? Иисус говорит, меня это не касается, в моем сердце я ведом Духом Господнем, слушайте внимательно, тот же Дух Господень, который вел Иисуса Христа от начала служения до креста долговые, и который привел Иисуса Христа на крест долговые, и который удерживал Иисуса Христа на кресте голговые, когда ему кричали, если ты Сын Божий, сойди с креста, и который воскресил его из мертвых, и посадил по правую руку Отца, этот же самый Дух живет внутри нас с вами, а ведь вы со мной, разве у нас не может быть такого настроя, да, мы не пойдем поприща, которое Иисус уже прошел один раз и навсегда, но у нас есть свое поприще, и почему бы нам не иметь такой настрой, и говорить я не осталось в стыде, аминь, и спрятать свой меч в ножде, а оружие воинства не нашего, а какие сильные духом, кто ты великая гора против зарававеля, благодать, благодать на тебя, ты равнина, аллилуйя, тот же дух, который воскресил Иисуса Христа в нас и ничуть не изменился. Иисус говорит, и Господь помогает мне, поэтому я не стыжусь. Иисус говорит, я не стыжусь, аминь, я не стыжусь, поэтому держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде. И мы говорим, Господи, мы сами по себе слабые, мы ничего из себя не представляем. Иисус говорит, Дух мой Божий, который внутри вас находится, Он обучает вас, чтобы вы познавали Меня. И вы изучаете не просто написанные слова, напечатанные красивым образом. Это не просто книга в кожаном переплете или как угодно в этих гаджетах. Иисус говорит, Я послал Духа Святого, который был во мне, чтобы Он оживил это Слово, и чтобы это Слово стало водой для вашей души, и чтобы вы, если жаждете, пейте, если вы голодны, ешьте, и имеете такой же характер, имеете такой же настрой, и не бойтесь, потому что Адам боится, он воняет. Вы со мной? Почему собаки чувствуют страх человека? Почему? Да потому что человек воняет начинает. Поэтому они чувствуют и сразу они улыбятся. А если вы скажете, не останусь с Тебе? Слушайте, дьявол-то как рыкающий не входит, желая кого поглотить. Вы со мной? Он будет рыкать, он будет пугать, он будет всячески злословить, ставить в нас, в невыгодное, вернее, в позорное какое-то положение, в стыдливое, и говорить, а, посмотрите на него. А мы смотрим на Иисуса Христа и говорим, послушай-ка, отойди от меня, сатана. Господу Богу твоему поклоняйся, и одному ему и служи. Аминь. Я иду вместе с Иисусом, Он моя защита, покров мой. Дальше прочитаю. Ой, близок 8 стих, близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, встанем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня? И мы говорим, никто Иисус. Потому что за грехи ты заплатишь наши, и воскресенье грядет. Аминь. Обязательно грядет. Есть место страдания. Аминь. Есть место страдания. Есть место скорби. Аминь. Есть место скорби. Но обужайтесь. Я победил мир. И я с вами. Во все дни до скончания века. Проходите ваше поприще с моим характером, исполненный Духом Святым. Не бойтесь. Я с вами. Аллилуйя. Не бойтесь. Потеряли, 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 потеряли так уж что угодно потерять. Не бойтесь. Я с вами. Работа, еще что-нибудь. Я с вами. Не бойтесь. Я с вами. Я с вами. Так же, как отец был со мной. Я с вами. Во все дни. Десятый стих. Кто из вас боится Господа? Слушается голос Робаева. Кто будет во мраке без света? Да уповает на имя Господа. И да утверждается в Боге Своем. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за то, что мы видим здесь Великого Христа, который кроток и смирен. Но в то же самое время кого ищете, Иисуса Назарея? Это Я. И пали перед Тобою. Потому что это Ты, Господи. И нет такого, как Ты на всей земле. И никто не смог бы принести никакую жертву и отдав даже сыновей своих. Но только Ты, Господи Иисус. Потому что Твоя жертва была беспытна и порока. И там не было страха. Но полное, полное доверие и покой, и желание принести эту жертву. Спасибо Тебе, Иисус. Она была принята Твоим Отцом. И Ты был, и Ты, Господи, умер на кресте Голгофе. И был погребен. Воскрес на третий день. Благослови нас, Иисус Абиня. Даруй нам удивительный праздник воскресения Христова. Посети нас, Господи, Словом Твоем. Дух Святой сделал Тебя живым в нашей жизни через Писание. Спасибо. Если вы еще не знаете Иисуса Христа, как своего Спасителя, мы говорим вам сегодня Христос, ваш пасхальный огнец. Христос Тот, Который занял ваше место на кресте Голгофе, чтобы спасти вас, очистить от грехов, даровать новую жизнь, вечную жизнь. И Он сделал это ради вас лично. Если бы вы жили один на этой земле, Христос все равно бы пришел и умер бы за вас лично. И Он обращается к вам сейчас и говорит, я люблю тебя, поверь в меня, я твой Спаситель, доверься мне, я спасу тебя, прощу все твои грехи, очищу тебя, войду в твою жизнь и буду твоим Богом, а ты будешь моим Сыном. Скажите Иисусу в тихой молитве от сердца к сердцу, дорогой Господь Иисус, я верю в тебя, я верю в твою любовь ко мне, верю, что ты умер и воскрес ради меня. я прошу тебя, спаси меня, прости мои грехи, подари мне вечную жизнь, войди в мое сердце, будь моим Богом, я принимаю тебя прямо сейчас, и во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.